Улучшение параметров спермы, в том числе, достаточно для ЭКО. Может быть, нужно оценивать ультраструктурные показатели, индекс фрагментации ДНК или наступление беременности в паре и так далее. Что мы должны говорить нашим пациентам, когда они нас спрашивают о том, нужно ли им делать операцию и будет ли результат от этой операции, если реальная эффективность по показателю наступления беременности не превышает 40%. Как нам понять до операции, произойдет ли улучшение показателей у конкретного пациента? Если мы понимаем, что норму зооспермии мы не достигнем в результате лечения, нужно ли нам оперировать? Кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит. И всегда ли в диагностике бесплодия мы продолжаем обследование после того, как выявили варикоцель у пациента? Всегда ли мы помним о том, как варикоцель отражается на параметрах аякулят? Хочу вам привести клинический пример. Мужчина 32-х лет с азооспермией обратился в клинику ЭКО. В анамнезе у него при первичном обращении много лет назад выявлялось 3 миллиона сперматозоидов в аякуляте при 100% итерат азооспермии. Операции, которые были ему выполнены, это двухсторонняя варикоцелоктомия. Потом выполнялась операция Бергмана по поводу водянки. Следующим этапом был выполнен двухсторонний вазоэпидидимонастомоз для восстановления якобы проходимости семи выносящих путей. И после этого открытая биопсиечка, где были найдены единичные сперматозоиды. При дообследовании генетического статуса у него была выявлена АЗФЦ делеция в игре-кромосоме. И встает вопрос, зачем он перенес все эти оперативные вмешательства и варикоцели, с которого все это началось. В клинике ему было выполнено ЭКО-ЭКСИ с микрохирургической биопсией ИЧКО, с выполнением преимпуляционной генетической диагностики эмбрионов, селекцией по полу и наступила беременность в этой паре. Ошибочным, видимо, было невыполненное генетическое исследование при первичном обращении пациента с количеством сперматозоидов менее 5 миллионов в миллилитре. Таким образом, прогностическими факторами отсутствия значимого улучшения параметров спермы после варикоцелоктомии могут быть следующие факторы. Конечно, это возраст пациента, это третья стадия варикоцелис, выраженная гипотрофия ИЧКО, двухсторонние заболевания. И очень важно дообследовать пациентов, выявлять у них, например, наличие парциальной обструкции семиевносящих путей. На сегодняшний день доступны исследования альфа-гликозидаза в якуляте, и значение ниже 20 единиц в миллилитре говорит о том, что есть нарушение проходимости семиевносящих путей. Низкая эффективность этих операций будет у пациентов со зооспермией, с крипто-зооспермией и олиго-зооспермией ниже 5 миллионов в миллилитре. А также наличие генетической патологии, таких как изменения в кариотипе, например, оберсоновские транслокации, мутации в генах АЗФ и генах муковисцидоза. Также выраженные некоррегированные изменения в гормональном статусе, такие как гипотириоз, гиперпролактин и миа. Ну и известный факт – это активация антиспермального иммунитета. Таким образом, пациент, прежде чем ему будет выполняться операция по поводу варикоцелоктомии, должен пройти полный алгоритм обследования, а не только установление наличия варикоцели. Мы попытались установить прогностическое значение перекисного окисления липидов по уровню малонного дальдегида и ингибина B в сыворотке крови у пациентов до операции. Перекисное окисление липидов – это окислительная деградация липидов, тот оксидантный стресс, о котором мы все говорим. И конечным элементом этой деградации является малоновый дальдегид, который служит маркером оксидативного стресса, маркером перекисного окисления липидов и маркером мембранно-повреждающих процессов в клетках, в частности окисления фосфолипидов мембран. Малоновый дальдегид способен реагировать с ДНК, в том числе и с ДНК сперматозоидов, образуя устойчивое соединение в виде ДНК-дуктов. И таким образом он обладает повреждающим действием на генетический материал. Ранее было установлено, что существует положительная корреляция между уровенью малонового дальдегида в сперме и фрагментацией ДНК сперматозоидов. А также в биоптатах яичек чем выше уровень малонового дальдегида, тем хуже гистологическая картина и более тяжелые гистологические нарушения выявляются. Задачами нашего исследования было оценить активность перекисного окисления по содержанию малонового дальдегида в тестикулярной вене, кровь забиралась интраоперационно, и оценить прогностическую значимость этого параметра на восстановление фертильности. Мы обследовали 28 пациентов со второй-третьей стадии варикоцели с бесплодием. Лечение проводилось методом микрохирургической субингвенальной варикоцелоктомии. Малоновый дальдегид определялся реакцией с теобарбитуровой кислотой на биохимическом анализаторе. В принципе, тест доступный, выполняют его все лаборатории. Дизайн исследования. До операции определялся малоновый дальдегид в периферической крови, в кубитальной вене. Во время операции повторное исследование в периферической крови и крови, оттекающей от левого яичка. И в дальнейшем оценка корреляции показателей малонового дальдегида и показателей спермограммы через 4-12 месяцев. По результатам исследований мы получили значимые различия между кровью, оттекающей периферической кровью во время операции, и тестикулярной кровью. Были значимые различия по уровню малонового дальдегида. Это общие показатели результатов микрохирургической варикоцелоктомии. Улучшение произошло по всем параметрам, по концентрации, подвижности, морфологии сперматозоидов. Но вот интересная взаимосвязь выявилась между уровнем малонового дальдегида и концентрацией сперматозоидов. Это была сильная обратная корреляционная связь. Чем выше был уровень малонового дальдегида, тем ниже была концентрация сперматозоидов у этих пациентов после операции. Также такая же корреляция выявилась между уровнем малонового дальдегида и подвижностью типа А сперматозоидов у этих пациентов. Чем выше был уровень дальдегида, тем хуже были показатели подвижности в послеоперационном периоде. И аналогичная обратная связь была выявлена между уровнем дельдегида и морфологическим строением сперматозоидов. Различия везде были достоверные. Второй фактор, который мы исследовали, являлся ингибин B. Ингибин B является веществом нестероидной природы, который вырабатывается в клетках сертоли, ингибирует выработку ФСГ гипофизом и оказывает определенные паракринные воздействия. Ингибин B является более чувствительным маркером сперматогенеза, чем фолликул, стимулирующий гормон. И взаимосвязь уровня ингибина B до операции и восстановлением показателей спермы после операции тоже присутствовала. Мы выявили сильную прямую корреляционную связь между уровнем ингибина B и подвижностью сперматозоидов. Чем выше был ингибин до операции, тем лучше, быстрее восстанавливались показатели экулята. Та же самая ситуация и с морфологией сперматозоидов. Более высокие исходные показатели ингибина ведут к более значимому улучшению показателей морфологии сперматозоидов. И интересная взаимосвязь была оценена между уровнем ингибина и малоновым дельдегидом. Чем выше малоновый дельдегид, тем выше получается варикоцельная орхопатия, тем хуже, ниже уровень ингибина B. Таким образом, в заключении хотелось бы сказать, что необходимо проводить комплексное обследование пациента с бесплодием и при наличии в них варикоцеле для выявления иных причин инфертильности, которые могут служить факторами прогноза для улучшения спермограммы. Трудно себе представить, что у пациента с обструктивной формой олигоозооспермия будет выражено улучшение после варикоцелоктомии. Также этим пациентам необходимо проводить генетические скрининги, обязательно при выраженной олигоостенотератозооспермии. Уровень малонового дельдегида в тестикулярной венозной крови и уровень ингибина B в сыворотке крови до операции может служить достаточно надежным фактором прогноза восстановления фертильности у пациентов с варикоцелем. Второе сообщение я хотел бы представить.